Дело мусорной мафии продолжается в Приокском суде и мы наконец-то смогли увидеть главаря, может и не самого главного, этой группировки. О нелегальных свалках в центре Нижнего Новгорода мы рассказываем уже больше 10 лет. Это садовое товарищество «Родник» в Советском районе, которое за эти годы вообще скрылось под слоем мусора метров 50, и гаражный кооператив на улице Завражной в Приокском районе. Там мусор сваливали на склон оки. Обе эти свалки организованы по одной схеме. Преступники покупали какой-либо объект недвижимости, дачный домик в садовом товариществе, и гараж в гаражном массиве, и начинали принимать мусор. Садовое товарищество стояло во враге, гаражный массив на склоне оки, и мусор со своей земли просто переваливался дальше. В одном случае на чужие участки, в другом на окский склон. Мусор принимали недорого, гораздо дешевле, чем на официальных мусорных полигонах, и потому клиентов было множество. Преступление налицо, но долгие годы правоохранительные органы ничего не делали. А потом вдруг выяснилось, по сообщениям информагентств, что техника, работающая на свалке, принадлежит сотруднице полиции, служащей в Главном управлении внутренних дел Нижегородской области Кристине Гар. А она сама является гражданской женой Алексея Болотова, который на этих свалках всем заправляет. Ситуация, в конце концов, получила всероссийские резонансы. Некоторых из работников и организаторов нелегального мусорного бизнеса задержали. Алексей Болотов был сначала арестован, но, приехав сейчас в суд, мы увидели, он на свободе. Алексей, признаете свое вину, что были одним из организаторов на санкционированной свалке? Не скомендую, да. У вас неоднократно вы появлялись на своем автомобиле на этой свалке. Как можете прокомментировать это? Пойдем? Туда, можете. Пойдем. Алексей, скажите, а какую причастность имеет ваша гражданская жена Кристина Гар? Валентин, скажите, признаете свое вину, что были одним из организаторов несанкционированной свалки? У нас есть комментарии в девушке. Вы неоднократно там появлялись. Как можете прокомментировать, что вы регулировали сброс мусора, самосвала, показывали, куда сбрасывать мусор? Как можете прокомментировать это? Сергей, у вас на вас были оформлены гаражи? Вы вообще в курсе были, что там сваливают мусор, какая деятельность там происходила? Хорошо, спасибо вам, все, все договорились. Вы сами свою вину признаете? А почему нам препятствуете? У вас навязчивая идея, что ли? А вы кто, простите? Я адвокат. Я адвокат. Ну, я задаю вопросы, я подсудим ему. Как видите, он не отвечает? Как видите, он не отвечает? На вас были оформлены гаражи, там сваливался мусор. Вы понимаете, что это загрязнение территории? С момента задержания организатора ОПГ прошло уже год и два месяца. Пока подсудимые просто затягивают рассмотрение дела и все. Их позиция полная непризнания собственной вины ни в чем. Факт того, что заведовал свалкой организатор ОПГ, он признает, ну, было бы глупо отпираться, но его подопечные настаивают на том, что они ни в чем не виновны. Целью-то администрации, и меня, как ее представителя, в данном случае является не только наказание виновных. Нам сейчас нужно получить судебное решение для утверждения статуса этой свалки и для получения субсидий из областного бюджета на ее либо рекультивацию, либо полный вывоз. То есть это уже как решат люди, которые будут проектировать это. Нам в любом случае надо довести это дело до конца, чтобы у нас половина жителей нижней части города, когда едет в верхнюю часть города, не видела это позорище в центре города. Замечу, что в борьбе с этой незаконной свалкой Евгений Степанин пострадал и лично. Неизвестные ночью сожгли его личную машину. Степанин боролся со свалкой в Преокском районе, так как работает в Преокской администрации, точно так же сожгли машины и у того, кто боролся со свалкой в товарищ Тверодник в Советском районе. За нашими корреспондентами, когда мы снимали репортажи о мусорном беззаконии, была организована слежка. Черный Туарек несколько дней ездил за съемочной группой. А во время съемок репортажа сотрудники свалки угрожали нашей съемочной группе. Я напомню, как это было. А что вы здесь делаете? Я сейчас собаку спущу. Вы понимаете, вы сейчас паршем прям под воротами пролезете. Вы здесь чего делаете? Мы хотим вас узнать, почему вы здесь послали. Я спускаю собаку. Зачем, не надо? Ложь, мне страшно. Не страшно, страшно. Иди на жду. Мы сейчас уйдем. Пусть и собаку сейчас, правда. Вы правда собрались собаку спускать? А что будет дальше, вы знаете? Дальше? Я скинул вашу костюм за отвалы, вашу клюм за отвал. Но вы выиграли, заигрались, но те, к которым играть не стоят. Дело об угрозах было выделено в отдельное производство. Рассматривалось оно в суде почти год, но подсудимого оправдали, так как корреспондент, по мнению судьи, не сильно испугался. В судебном заседании своих объяснений в судебном состоянии Коптелу не отрицал факт высказания в адрес сотрудников телекомпании ФРАЗ о том, что он спустит собаку с привязи, если корреспонденты не покинут территорию свалки. Данное высказывание он объяснил как дополнительный аргумент, связанный с необходимостью выпроведить сотрудников телекомпании с территории свалки, поскольку на иные его слова они не реагировали. Поскольку последующий поведение Волковой по отношению к Коптелу и настойчивое желание продолжить с ним диалог на близкой дистанции, не свидетельствует о ее восприятии Коптелу как лица, способного посредством агрессивно настроения собаки или иными способами реально причинить вред ее жизни. Высказывание Волковой о том, что слова Коптелу она восприняла как реальную угрозу своей жизни, но выполнение заданий редакции телекомпании наставило выше этой опасности, по мнению, сюда не могут признаваться обстоятельствами, однозначно свидетельствами о реальности воспринятой Волковой угрозой ее жизни, кроме как наличие коротковременного испуга, который, как следует из последующего поведения, длился у нее непродолжительное время, не оставив высоких психологических переживаний. При этом слова «дальше я скину ваши кости вдоль отвала и вас клюют вороны» Коптелу произносят в ответ на вопрос Назарова «А что будет дальше?» Эти слова не являются активным подкреплением действий Коптелу, когда он держит собаку за шейник, а произнесены в ответ на заданный ему вопрос при общении с корреспондентами характера произнесения данных слов Коптелу в суд расценивает как неумышленная в силу его возбужденного состояния диалога с корреспондентами, явное преувеличение гиперболостилистической фигуры речи, с целью усиления выразительности сказанной мысли слов, выраженных при отсутствии мусульного гроза причинения вреда жизни Волковой. Суд приговорил Коптелу Валентину Александровича признать невиновным в совершении преступления, оправдать его по обвинению в совершении указанного преступления, до отсутствия деяния состава преступления, меру пресечения в отношении Коптелу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить немедленно в зале суда. Согласен приговором, выдержал. Я очень удивлен решением суда по делу об угрозе жизни и здоровью вашей съемочной кампании, потому что вам угрожали открыто, на камеру, все это записано, угрожали вас закопать, скормить этой собаке и остатки закопать там на свалке. Я все это видел в вашей записи, при этом человек сразу же был задержан, то есть установление личности вопросов не вызывало. И при этом оправдательный приговор, ну, я не знаю, как это называется. Кстати, по делу об угрозах мы, конечно, будем подавать апелляцию, а вот что касается организации нелегальных свалок, где все эти трое проходят подсудимыми, то судят их всего лишь за нелегальную предпринимательскую деятельность. Статья предусматривает в качестве наказания до 5 лет лишения свободы, но это максимум. Минимальное наказание это всего лишь штраф.